Дверь с ноги, как говорится, кроит, вещает, это уже 108 серии пути бомжа на Блокраши. Открываю я управление домом, ух ты, а я вовремя зашел-то. Не хотелось бы, чтобы домик слетел, у нас тут Фома вообще-то живет. Да, конечно, наша семья сейчас немножко загибается, в ней осталось только 300 человек. В активе, ну, человек 20, неплохо, ну, конечно, надо с семьей заниматься. Тем не менее, бабки на Фомскладе появляются, и все это благодаря нашим замам. Они и чинят автопарк, продают ранги. Думаю, сейчас им выплатить премии. Ну, как это обычно делается, даю разрешение взять деньги с Фомсклада. Вот, уже потихонечку снимают бабосики, и я продолжаю раздавать разрешение на деньги. Во, уже ребятки с вами думают слив склада, ну, а по факту сегодня я просто щедрый. Вот эти все ребята не покупали замку, а получили за доверие, и сейчас даже зарабатывают. Короче, на премки ушло 10 лямов, не платил я премки, ну, реально, пару месяцев, и, думаю, сделал пацанам приятно. Я вообще бы хотел вернуть актив нашей семьи, и, возможно, даже забрать топку в рейтинге Фом. А за второе место дают же слот в автопарк бесплатно. А то у нас сейчас что-то девятое место, это не круто. Да и кроме прокачки Фомы, у меня еще есть дофига целей на пути бомжа. Некоторые вы предложили в комментариях, я вот их вставил. Типа, ГАЗ-69, ну, выбить почти нереально. И на лидерке простоять без бана очень сложно. Ну, короче, пока так, посмотрим, что я из этого смогу выполнить. Я сейчас провалился под карту, начал писать в ЖБ админом. Оп, вернули меня домой. Я знаю, что ДР Блэкраши давно прошел, но я до сих пор не активировал вот эти праздничные промокоды. Капец, сколько играть, чтобы забрать награду. Плюсом активирую еще такой же промо. ХЗ, смогу ли я их вообще отсюда забрать когда-то? Ладно, вот сейчас по поводу Фомы. Я открываю настройки Фомы и даю первому рангу доступ к приглашению в семью. То есть я полностью открыл Фому для всех желающих вступать. Потом обязательно закрою, но сейчас там нужно много людей. Наборы делать я не вижу смысла. Пусть Фома сама потихоньку распространяется. Я пока что залечу на праздничный ивент. Для понимания, он полностью вымер. На мини-играх вообще нет людей. Там ЖКД есть между победами. И, собственно, не получается нормально фармить бабки. Но я до сих пор не прошел линейку квестов. Ну, давайте его быстро заспидраним. Для начала по территории ищем вот такие цветки. Параллельно тут надо убирать мусор. Прогресс квеста показывается на табличке. Как все собрали, возвращаемся к NPC-шке. Получаем маш 5000 и новое задание. Нам нужно поехать в магазин и купить какие-то воздушные шарики. Кстати, прошел Payday'чик. И я только сейчас могу забрать пасхальный промокод хэштег кулич. Самое полезное всегда это випка. Ну, собственно, вип-чатик полетел. Короче, возвращаемся на ивент. Здесь мы развешиваем вот эти шарики. Далее получаем еще 5000. Третий квест. Нас отправляют к кокосу. Нужно мне починить проводку и геймплей прям как на стройке. Помните, как я сначала работал разнорабочим, потом стал замом в СК, а в конце вообще была своя строительная компания. По завершению возвращаемся к Кириллу Вовку. Дает еще 5000. Следующий квест. Дают нам покататься на бананчике. На нем доезжаем до СМИ. Берем какие-то листовки. Потом тоже катаемся по меткам и расклеиваем эти листовки. В принципе, то же самое, что и квесты у бизнеса. Ну, возвращаемся снова на ивент. О, чудо, дали целых 7000. Дальше меня тут отправляют в клуб. Здесь разговариваем с Маргин Шреком. Потом начинается батл с Даней Милохиным. Это обычная механика в клубе. Просто нажимаешь вовремя нужные кнопочки. Собственно, в батле я победил. Возвращаемся на ивент. К NPC. О, и наконец-то дают последнее задание. Ну, потому что 40 тысяч как бы жирно. Снова кидает нас в виртуальный мир. Опять же, всякие диалоги. Потом едем на лодке по меткам. И, короче, нам дают праздничный торт. Выглядит он, посмотрите, как сочно. Прям хорошо. Даже на превьюшку пойдет. Доезжаем до ивента. Дальше достаем этот торт. И несем его на специальную подставку. И все. Затемнение. Мы прошли всю эту сюжетку. Дают нам 40 тысяч. Эксклюзивный рюкзак. Ну, как бы за 30 минут работы. Такое, конечно. Ну, ладно, пойдет. Главное, с NPC уже говорить не можем. Вы уже прошли все квесты. В слэш-реварде у нас появился вот этот рюкзак. В инвентаре у меня слишком много всякого декора. Ну, вместо скучной суприм я ставлю этот новый рюкзачок. И скажу, даже выглядит неплохо. С ним сейчас все бомжи бегают. Но он красивый. А теперь я снова сажусь к браткам. И мы направляемся прямо в банк. А то у меня там дом на рублевке чуть не слетает. Благодаря бесплатной випке можно его проплатить сразу на 3 недели. Жалко вот ни бизнес, ни заправку не могу оплатить. Потому что их нет у меня. Я реально бимш по бизнесам с балансом 450кк. Блин, надо уже какой-то бизнес прикупить. А то как не заработать на новую Бугатти? Сейчас мы залетаем на битву за контейнеры. Не помню, когда в последний раз я здесь был. На движке прикольно. Есть ступеньки. Можно по ним подниматься. Только Дубая за 9ккк я здесь не могу найти. Давайте я поставлю на Германию 2 ляма. Чую, она меня сольет. Ну ладно. Ух ты, ее тут Дубай забирают. Ставки очень быстро летят. И меня снова на 9.6 бьют. Ну смотрим, что ему выпало. Какая же Ситомоцик? Да, он быстро слил. Но это слив у него. Да, да, да. Возвращаюсь смотреть свой лут. Здесь BMW E60. И это слив на 210 тысяч. Снова открываю Германию. За 2 ляма 100. И падает Камри 60к окупа. Вот так все, быстро конты закончились. И я не смог открыть ни одного Дубая. Прикиньте, опять мы едем на ивент. Сюда я позвал нашу Фому, чтобы мы смогли сыграть в мини-игры. И гонка вооружений все-таки запустилась. В этом режиме делают киллы разными оружиями. За победу получаем 10 тысяч. Но если хочешь снова поиграть в гонку вооружений, то подожди, пожалуйста, 30 минут. Понятно, что так играть никто не хочет. В командное сражение нам не хватило людей, чтобы запуститься. И в догонялки играть не могу, потому что опять у меня нет прав. Вроде их и не забирали, просто, наверное, закончились. Короче, залетаем в автошколу получать права. Сдавать на все не буду, хотя бы класс Б. Лол, первый раз я не сдал. Ну, на второй раз, слава богу. Ничего особенного, просто с нового движка сдал на права. Для фамия написал, что сдаю на права, и сколько людей приехало меня забрать. На следующий день поздно вечером я снова залетел в игру. Сходу же я сажусь в наш фамный гелик. Мы очень сейчас спешим. У нас здесь буквально 3,5 минуты, чтобы доехать до закрытия аукциона. Потому как сейчас безы слетают ночью, а ловля до 23. Остается меньше минут, и мы уже на месте. Залетаем на аукцион, сразу вводим команду Slash Auction. И тут, блин, ничего особенного. Только две закуски, которые слетят, но я не вижу их смысла ловить. Ну, если б слетал какой-то хороший бизнес, то я бы успел поставить ставку. Вот уже аукцион закрылся, и, считайте, ловля этих закусок прошла. Мы просто не знали, что там слетает. Если б знали, так не гнали. Потом мои замы на гелике пытались залететь на ГИБДД, вот так с горки. Ну, это типичное развлечение, я так заметил. Еще они хотели залететь на другое здание. Как-то тоже не получалось. Я решил взять руль в свои руки. Взял вот максимальный разгон и с первого раза залетел на крышу. Это, конечно, все нон-РП, но зато весело. Опять у нас время приближается к последним контейнерам за сегодня. Мы решили приехать заранее, чтобы взять максимум. Наши поставили гелик на подставку. И когда конты появились, считай, гелик забагался в текстуре. Опять, блин, нормальных дубаев нет. Есть только одежда за 4,5, из которой выпало 400 тысяч минуса. О, ура, появился конт за 9кк. Перебивают друг друга 6кк, то мне клады 90кк случайно не поставить. Вот рядом мой зам вообще без конкуренции забрал Lexus за 9100кк. А я за 9666кк. Выбил BMW M5 F90к, конечно, все ржут. И это слив на 700 тысяч. Во, найс, еще один Дубай открывают. Блин, сразу 9,5 бьют. Ну, я пошел дешевле конты возьму. Рядом еще в ГОСКе стоит Дубай. Короче, один забираю за 9555к. Ну и уже никто не ржет, потому что выпало Ламба Урус. Лить в ГОСКу дороже, чем 13 лямов. Блин, ну я купил этим все свои сливы. Гляньте, еще вот за Дубай воюют. Тут почти ставка 10кк. И в этот же момент я спокойно беру Дубай по ГОСу. Правда, все равно слив на 190 тысяч. Ну ладно. Все, уже по времени конты заканчиваются. И вот последний Дубай. Ставлю на него 10-100. И из него падает Рейндж Ровер минус лям 100. Ну да, под конец, конечно, такое. Но все равно с контов я ухожу в 1,7кк окупа. Честно, это редкое событие. Обычно на контакт сливают. Кстати, если хочешь такую же маску, как у меня, то активируй промокод хэштег Крейт. И получи ее совершенно бесплатно. Ну и плюс еще мне поможешь в развитии.